В наши дни об этом не пишут в заголовках, но война в Украине не потеряла своей интенсивности. Обе страны стремятся добиться успеха до того, как зима затруднит их передвижение на поле боя. Мой гость из столицы Литвы и Вильнюса — премьер-министр Ингрида Шимоните. Я считаю, что самое важное, чтобы страны оставались приверженными делу обеспечения Украины оружием и финансовыми средствами, в которых она нуждается, всем, что ей нужно для победы в войне. Война продолжается, и в связи с этим, насколько премьер Литвы верит в планы НАТО по защите стран Балтии? А как насчет прав человека и обвинения в том, что литовские пограничники незаконно выдворяют мигрантов, пытающихся проникнуть через границу с Белоруссией? И зачем бросать вызов Пекину? Отношения Литвы с Китаем ухудшились после того, как Тайваню разрешили открыть в стране представительство. Что она хотела этим доказать? Ингрид и Шимоните, добро пожаловать в конфликт зон. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Прямо сейчас новый Ближневосточный конфликт доминирует в заголовках мировых новостей. Насколько важно, чтобы Запад не забывал об Украине? Что ж, это жизненно важно, и это послание, которое продолжают повторять мои коллеги из правительства, я сама, а также страны-единомышленники. Но я не думаю, что это произойдет, потому что, конечно, сложно работать сразу на нескольких фронтах, и, естественно, что новые кадры, снятые в Израиле и Газе, вся поступающая оттуда информация, скорее всего, сейчас захватывает общественность, общественное пространство и освещение в СМИ. Но, с другой стороны, проблема, я думаю, лежащая в основе обоих случаев, Украины и Израиля, Газы одна и та же. В обоих случаях некоторые думают, что они могут просто жестоко, используя силу, переписать существующие правила и диктовать их демократиям. Вы обеспокоены тем, что страны, поддерживающие Украину оружием и боеприпасами, теперь могут быть менее готовы к обещанным Киеву поставкам, и, возможно, предпочтут оставить их себе? Я так не думаю, потому что большинство стран понимают, что проблема долговременная, и дело не в том, отправляете ли вы обещанное в Украину или оставляете себе, а проблема гораздо шире. Проблема в том, что в большинстве стран, которые занимали позицию, согласно которой, как вы знаете, нет реального риска и реальных угроз безопасности, ну и, может быть, есть террористы, но не прямая война, не прямая военная угроза, в этих странах долгое время недофинансировали и упускали из виду ситуацию в сфере обороны и безопасности. Конечно, война в Украине существенно изменила это понимание, и что нужно этим странам, так это повысить внимание к своей обороне и безопасности, что страны Балтии и страны региона сделали много лет назад. Но для этого вам необходимо увеличить мощности, военные возможности внутри демократических стран, чтобы производить, прежде всего, технику, артиллерию и все, что необходимо. И дело не в том, что можно сэкономить за счет Украины и как бы чувствовать себя безопаснее. Проблема гораздо шире. Демократическому миру необходимо сделать в этом направлении гораздо больше. Когда речь идет о военных действиях в Украине, надеялись ли вы на то, что украинская армия достигнет более значительных результатов? Честно говоря, думаю, что многие видят это так же. Но, с другой стороны, надо задуматься, а что было позволено делать России в то время, когда Украине не давали и даже не разрешали получать необходимое ей оружие? Потому что уровень минирования, уровень той проблемы, которая была создана для украинской армии за эти пару месяцев, настолько серьезен, что, конечно, Украине прорваться очень тяжело. Еще сложнее станет, когда наступит зима, поэтому все спешат. Но на данный момент можно, наверное, говорить о патовой ситуации на линии фронта. У вас тоже такое впечатление? У меня сложилось впечатление, что изменения линии фронта, если можно так выразиться, не столь значительны. И, конечно, Россия сейчас пытается провести какие-то новые атаки в районе Бахмута и в районе Купенска, скорее всего, чтобы оттянуть силы украинской армии с Южного фронта. Россия не будет считать свои потери, потому что потери ее не волнуют. А для Украины это огромный вызов, учитывая, что страна эта небольшая. Это демократия. Она должна дорожить жизнями своих солдат. И да, зимой будет гораздо сложнее, чем летом и осенью. Все это понимают. Но я все же скажу, что не нам, знаете ли, делать выводы и судить об успехах украинской армии. Нам просто нужно набраться терпения. Нам необходимо предоставить Украине все, что мы можем, и сделать все возможное, чтобы поддержать страну, которая борется за свою независимость и территориальную целостность. Давайте поговорим о проблеме единства НАТО. Тем более, что появились сообщения о том, что вы, возможно, собираетесь стать следующим генсеком НАТО. Возможно, ваша улыбка уже говорит обо всем. В июне вы выступали на глобальном форуме в Тель-Авиве и сказали, что война укрепила единство партнеров-единомышленников по всему миру. Европа, НАТО, весь демократический мир никогда не были более едиными, и мы должны поддерживать это единство. Но что касается НАТО, это ведь было несколько поспешное заявление, не так ли? Польша выступила против Украины, заявив в прошлом месяце, что больше не будет поставлять оружие после истечения срока действия текущих контрактов. Посмотрим, что сделает новое правительство. Венгрия вообще ничего не отправляет и никогда не отправляла. А Словакия? Ни одного патрона больше. Таков был предвыборный лозунг Фицу, который собирается стать новым премьер-министром. Значит, НАТО не так уж едино, не так ли? Я политик, поэтому в большинстве случаев я отделяю политическую риторику, особенно накануне выборов, от реальных дел на местах. И не НАТО снабжает украинцев оружием и артиллерией. Это страны НАТО, просто члены НАТО, в зависимости от того, что каждая страна может сделать и в состоянии сделать. Напомню, что с самого начала этого широкомасштабного вторжения ряд стран был не в состоянии предоставить Украине какое-либо летальное оружие. Но это произошло после Буча, и потребовалось своего рода осознание жестокости и военных преступлений, которые произошли в Украине, в Киевской области, чтобы часть стран одумалась и начала поставлять очередной вид столь необходимых вооружений. Так что это настолько другая ситуация, потому что никогда такого не было, что все страны делали всегда одно и то же, а теперь вдруг некоторые страны перестали это делать. Европейский союз не является военным блоком. В Евросоюзе это больше поддержка Украины для поддержания себя, бюджетная поддержка, финансовая поддержка, а также помощь беженцам. И до сих пор все решения, которые необходимо было принять по Украине, были общими. Так что да, неприятно, знаете ли, слушать иногда внутренние дебаты, которые имеют место. Но что касается принятия решений, то в этом отношении я не столь пессимистична. Как вы относитесь к вопросу членства Украины в ЕС и НАТО? А ЕС, наверное, проще сказать, потому что этот процесс достаточно формализованный. Этой осенью Еврокомиссия проведет оценку того, насколько успешны были страны, не только Украина, но и Молдова и другие, в реализации промежуточных шагов, которые они должны были предпринять, чтобы подать заявку на начало переговоров. Но, госпожа премьер-министр, они борются за европейские ценности, они борются за демократию. Разве это не учитывается? Нет, вам не следует спрашивать об этом литовского премьер-министра, потому что литовские премьеры до меня боролись за геополитические интересы Европейского Союза, чтобы Украина была в Евросоюзе, еще до того, как началось какое-либо вторжение. Даже до Крыма, до 2014 года. Так что здесь никаких споров. Но есть формальные шаги, которые все равно должны быть сделаны, и это ясно. Если вы спросите меня, мое понимание тут очень простое. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была в европейской семье, так же, как и в семье НАТО. Но для этого нужен консенсус, за столом переговоров, и на это потребуется время. Давайте вернемся к июльскому саммиту НАТО в вашей столице, в Вильнюсе. Перед встречей ваш министр иностранных дел публично призвал назвать даты и ориентиры, как он выразился, чтобы четко определиться с членством Украины. Но он их не получил. Было ли это столь же неприятно для вас, как и для президента Украины Зеленского? Было неприятно осознать, что с одной стороны существует декларация о том, что Украина принадлежит к семье НАТО в каком-то далеком будущем, но с другой стороны есть понимание того, что все согласовано и условия соблюдены. Непонятно, какие именно условия в головах у сторонников этой формулы. Но я думаю, что Украина каждый день доказывает, что она борется за право принадлежать к Европейскому Союзу и НАТО. И странам необходимо это учитывать. Так что, конечно, дебаты будут продолжаться до предстоящего саммита в Вашингтоне. Но и, конечно, есть страны, которые, возможно, все еще сохраняют скептицизм. Но это не страны Балтии. С чем именно Украина ушла с этого широко разрекламированного саммита? Гарантии безопасности со стороны Большой Семерки на данный момент они практически бесполезны, не так ли? Судя по мелкому шрифту, единственное твердое обязательство Большой Семерки в том, что в случае роста российской угрозы Украине она немедленно проведет консультации с Киевом для определения соответствующих дальнейших шагов. На что может рассчитывать Украина спустя более чем 600 дней после начала крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны? Консультации? Это довольно оскорбительно, не правда ли? Я думаю, что Украина может рассчитывать и будет рассчитывать в обозримом будущем на реальную поддержку со стороны партнеров. Военную, финансовую, любую другую поддержку, которая стране нужна сейчас, а не в будущем, через 10 или 15 лет. Потому что жизненно важно, чтобы Украина выиграла эту войну. И я считаю самое важное, чтобы страны сохраняли приверженность делу обеспечения Украины оружием, финансовыми средствами, в которых она нуждается, и всем, что ей нужно для победы в этой войне. Вы не сомневаетесь, что они это выполняют, что они продолжат поставлять то оружие, которое требуется Украине? На данный момент у меня сомнений нет. А заглядывая в будущее... Вы знаете, что Путин делает ставку на те изменения, которые во многих странах могут произойти после выборов. Нечто подобное он сказал в интервью китайским СМИ о том, что настоящие лидеры остаются у власти на неопределенный срок. А все остальные, такие как мы в западных демократиях, они просто исчезают, потому что они приходят на 4 или 5 лет и уходят. И, конечно, это его ставка на смену политического цикла, но не думаю, что эта ставка реалистична. Я не думаю, что что-то изменится. Давайте посмотрим на планы НАТО конкретно для вашего Балтийского региона. В прошлом году ваша коллега в Эстонии Кай Каллас довольно резко высказалась по поводу оборонительной стратегии НАТО в странах Балтии. «Если все останется как в нынешних планах Альянса, — сказала она, — Эстония может быть стерта с лица земли в результате любого наступления России. Даже если намерением было бы потерять Эстонию и позже освободить ее, каждому, по ее словам, очевидно, что такая концепция на самом деле не сработает». Сделало ли НАТО после этого заявления что-нибудь, чтобы исправить ситуацию? Да, много. Потому что новые оборонительные планы были одобрены на саммите НАТО в Вильнюсе. И они основываются на реальных прогнозах, осмелюсь сказать, это настоящий план обороны. И, конечно, важен подход партнеров, потому что мы, страны Балтии, много инвестируем в нашу оборону и безопасность. У всех нас расходы на оборону значительно превышают 2% ВВП. Это необходимое условие для стран-членов НАТО. Но, конечно, мы все маленькие страны, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров, а также на поддержку, которая бы физически ощущалась в наших странах. И наиболее важные решения, думаю, в этом отношении, были приняты правительствами Канады и Германии. Речь идет о размещении бригады, немецкой бригады в Литве, в течение нескольких лет. И для этого мы сейчас создаем инфраструктуру для размещения немецких военных в качестве принимающей страны. Поэтому я думаю, что многое происходит на местах. Вы говорите, что у вас будет больше немецких военных через пару лет. Может быть, это будет бригада. Это большой срок, учитывая то, что происходит сейчас, не так ли? Вы очень настойчиво добивались прибытия этих войск, а Германия тянет время, не так ли? Нет, я с вами не соглашусь, потому что то, что мы обсуждаем, это может быть постоянная дислокация или базирование на время военных учений, или что-то еще в зависимости от ситуации. Но так или иначе, это будет увеличение численности наземных войск. В настоящее время наблюдается значительный рост присутствия наших партнеров на местах, и это будет продолжаться. Значительно увеличилось количество военных учений, проводимых в регионе, и это очень важно. Но в долгосрочной перспективе значительно вырастет постоянное присутствие, и я считаю, что это тоже очень важно. Вы когда-нибудь задумывались о том, что произойдет, если Россия напрямую нападет на одного из членов НАТО? Поскольку любое решение, как вы говорите, требует консенсуса, как вы сможете заставить более 30 стран-членов НАТО внезапно договориться о том, что делать в случае подобного форс-мажора? Какой ответ они дадут? На каком уровне? На какое оружие? Какие предостережения? Многие полагают, что статья пятая — это как экстренный вызов. Набираешь номер, и прибывает кавалерия. Но ведь это не так. Ну, я бы сказала, что пару лет назад я бы больше согласилась с этими некоторыми сомнениями относительно пятой статьи. Пару лет назад я бы беспокоилась больше, чем сейчас, потому что вторжение Путина в Украину 24 февраля 2022 года послужило тревожным звонком для стран, которые сомневались в том, что существует реальная, самая настоящая военная угроза. Я имею в виду, что у нас постоянно шли дебаты, как вы, вероятно, знаете, в ходе которых страны Балтии говорили, дело не в наших травмах прошлого, не в нашей сложной истории. Дело в реальности, в том, что происходит в России, которая становится все более и более империалистической. И вместо того, чтобы дать своему народу процветание и экономический рост, она будет давать ему пропаганду и обещание величия завоевателя. Так и произошло. Я думаю, что это также было тревожным сигналом для НАТО, как альянса. И с тех пор многое изменилось. Швеция и Финляндия решили подать заявку на вступление в НАТО. И это тоже сильное изменение ситуации с обеспечением безопасности в регионе, учитывая, что еще пару лет назад никто и представить не мог, что Финляндия будет когда-то мечтать о вступлении в НАТО. Теперь у нас есть новая оборонная стратегия. У нас есть новые гарантии относительно размещения наземных войск. И я думаю, что это жизненно важно. На данный момент непосредственная опасность для вас в вашем регионе, похоже, связана с гибридными военными действиями, такими как, например, повреждение критически важной инфраструктуры. Мы наблюдали историю с газопроводом между Финляндией и Эстонией, с которого в начале этого месяца происходила загадочная утечка. Есть ли у вас сомнения в том, что газопровод был поврежден намеренно? Ну, у меня есть свои теории, но в этих условиях, когда расследование продолжается, я оставлю свои теории при себе. И, конечно, мы будем ждать официальных выводов финских и эстонских властей. Насколько уязвимыми вы почувствовали себя на фоне этого инцидента? Думаю, тут важно то, что мы наблюдали и в Украине осенью прошлого года. Критическая инфраструктура, энергетическая инфраструктура и все, что может быть использовано против гражданского населения, это то, на что Путин может нацелиться, что он использует с такой легкостью. У него нет границ и барьеров в этом отношении. И, конечно, создание ситуации, при которой страны должны почувствовать себя в некотором роде уязвимыми. Что контролировать они могут не все, а контролировать все в любой демократической стране довольно сложно. Но, конечно, мы также извлекаем уроки и проводим свою собственную калькуляцию. Поэтому мы усилили наблюдение за нашей критической инфраструктурой, усилили меры безопасности. Еще когда началось вторжение в Украину. Потому что мы знаем, что Россия во многих случаях будет рассматривать что-то подобное только для того, чтобы как бы усилить панику среди населения. Госпожа премьер-министр, в Совете Европы неоднократно высказывалась озабоченность по поводу соблюдения вашим правительством прав человека на вашей границе, в частности, в отношении выдворения иммигрантов. В августе 2021 года комиссар Совета Европы по правам человека обратился к вам с письмом, в котором выразил обеспокоенность тем, что люди, пытавшиеся попасть в Литву нелегальным путем, могли быть в нарушении ваших правовых обязательств, в срочном порядке возвращены в Беларусь. В том же месяце вы ответили, что со всеми людьми обращаются в соответствии с международными обязательствами Литвы. С тех пор появилось несколько отчетов, опровергающих ваше заверение. Были ли эти отчеты ошибочными или вас о ситуации дезинформировали? Ну, я не соглашусь. Не знаю, на какие отчеты вы ссылаетесь, но я знаю, что произошло на нашей границе. Это я знаю, так сказать, из первых рук. И знаю, что именно белорусские власти организовали этот искусственный приток миграции, чтобы преподать урок Польше, Литве и Латвии, чтобы подтолкнуть их к отмене санкций против авторитарного Лукашенко. Или к другим уступкам, потому что он думал, что нашел способ сделать это. Но я хочу сказать, что мне известно, что написано в международных конвенциях. А также я знаю, что есть границы, и их надо уважать. Ваш собственный Конституционный суд в июне этого года заявил, что режим содержания подстражей на границе противоречит 20-й статье вашей Конституции. То есть, получается, они так же недовольны, как и уполномоченные по правам человека? Ну, мы говорим об одной конкретной части закона, и поправки к закону сейчас обсуждаются в парламенте. Это обычная процедура, когда кто-то обращается в Конституционный суд, и Конституционный суд иногда говорит, что то или иное положение законодательства не соответствует основному закону. Что происходит в таком случае? Тогда в законодательство вносятся изменения. Amnesty International утверждает, что только в 2022 году литовские пограничники более 11 тысяч раз выдворяли людей обратно в Беларусь, несмотря на опасность, подвергнутся пыткам со стороны тамошних чиновников. Вы знали об этом? О, я знаю, что каждый день происходит несколько попыток незаконного пересечения границы. Я осведомлена о том, что в пункте пересечения границы есть возможность подать прошение о предоставлении политического убежища. И это, я думаю, та процедура, которой должны следовать люди, желающие получить реальное политическое убежище. А 11 тысяч выдворений? Ну, эта цифра не равна тому количеству людей, которых не пускают, потому что иногда одни и те же люди пытаются пересечь границу изо дня в день. Но выталкивание обратно незаконно с точки зрения международного права и с точки зрения законодательства ЕС. Это не то, что мы приветствуем, но у нас экстремальная ситуация из-за роста нелегальной миграции, которая была организована авторитарными режимами, которые находятся по соседству с нами. То есть вы хотите сказать, что они оправдывают выдворение? Я говорю, что мы должны защищать границы Европейского Союза. Госпожа премьер-министр, давайте, если можно, вкратце поговорим о ваших плохих отношениях с Китаем, которые резко ухудшились после того, как два года назад вы у себя открыли представительство Тайваня к большому неудовольствию КНР. Это была сознательная провокация, или вы хотели этим что-то доказать? О, вовсе нет. Мы лишь открыли одно из представительств, которые работают в большинстве европейских стран. Но вы знали, что это расстроит китайцев. Стоило ли это делать? Стоило ли ссориться с Пекином? Вы не получили такой уж большой поддержки в Европе? Ваш собственный президент сказал, что это была ошибка. Не так ли? Дело не в том, чтобы расстраивать или не расстраивать китайцев, потому что это суверенное решение литовского правительства о расширении отношений или интенсивности отношений с народом Тайваня. И я не вижу в этом никакой проблемы, потому что это работает во многих европейских странах. Вопрос только в том, что за последние 17 или около того лет не было открыто ни одного нового представительства. Но почему литовское правительство не должно этого делать? Потому что это не делалось на протяжении последних 17 лет? Не знаю. Потому что это работает во многих европейских странах. То есть, похоже, вы хотели показать всем, что не стоит ходить на цыпочках перед могущественными странами. Это была та ошибка, которую, возможно, совершали в отношении России. Не так ли? А вы хотели дать альтернативную точку зрения? Ну, я думаю, что с Россией, как и с другими автократиями, у нас та же проблема. Потому вы можете убедить другую страну, например, разговаривая с ней мягко, сохраняя ее лицо, делая то, знаете, то, что мы обычно делаем в нашей части планеты. Но если вы позволите надавить на вас, вас просто задвинут в угол. Премьер-министр Ингрид Эшиманит, и большое спасибо за участие в программе «Конфликт-Зоун». Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok